Ну что ж, мударис, ничего у него не изменилось, он какой был мударис, такой и остался. Сейчас гляну по атрибут апгрейдсам, у нас 2400, можем ли мы атлета прокачать? Да, мы можем атлета прокачать, и мы это обязательно сделаем, потому что атлет левел 10, половину атлета уже мы вкачали, оверал 66, далее... Ну, сейчас смотрите, какая у него стата. Ну, по стамине вопросов нет, но скорость и ускорение, конечно, смешные, а если по максимуму глянуть, то у него скорость будет... Что? 70? Маленькая очень скорость, на самом деле, рост 6,9 вроде бы, но скорость какая-то, мне кажется, недостаточная для того, чтобы играть под кольцом хорошо. Ладно, ничего, думаю, что выйдут читы, и все будет в порядке. Ну-ка, а что там с броском-то? Трешка, 65 максимум будет у мудариса, но я, честно говоря, мне кажется, я прокачку вообще выбрал не ту, по крайней мере, сейчас мне так кажется, поскольку... Ну, блин, а что он вообще будет уметь делать? Я попытался взять балансед, но Леха мне отговорил, говорит, не бери балансед. Ну, а тут вообще какая-то херня, ну, драйвинг данк будет, зато 94. Ну да, будет данки ставить же он. Но, правда, скорости для этого маловато, мне кажется, что на 10 он будет только быстрее. И, блин, ну, вот эти ограничения, они, конечно... Я бы так сказал, что эти ограничения, они... Ну, для парка хороши, а для карьерки не очень. Играть будем против Леброна Джеймса. Play against Леброн Джеймс. Ну, и играем непосредственно против Леброна Джеймса, поскольку по позиции он наш оппонент. На чем вчера закончили? Если бы я помнил, на чем мы вчера закончили. Так, сейчас я проверю, кстати, алерты. Работают они? Работают, слава богу. Это важно. Ну что ж, Мударис Ебатуллин готов противостоять самому Леброну Джеймсу. Да, ни много, ни мало. Ну, правда, в стартом составе Мударис вряд ли выйдет, потому что там Ти Джей Уоррен будет противостоять. Противостоять Леброну. Ну, и Тимофей Мозгов, кстати, тоже будет любопытно на него посмотреть. Это Эрик Бледсоу. Все держат там таблички, что-то типа «Let's go Suns». Тайсон Чендлер против Тимофея Мозгова. Тимоха выиграл. Красавец. Ну, играем мы против Ричарда Джефферсона тоже, между прочим, сильного смолфорварда. Он очень хорошо бросает, ну, и, знаете ли, плохо подбирает. Хотя для смолфорварда умение подбирается, что-то далеко не самое важное умение. Ставлю за слон. Что-то у них Алин Айверсон, что ли, там играет? Я не могу понять. Или это Моу Уильямс просто так выглядит? Да, Моу Уильямс. Ну, очень похож на Айверсона. Джейферсон быстро бегает, но Дорис еле успевает за ним. Так, бросочек. Ничего себе. Трешечка прилетела от Имана Шамперта. Сейчас у нас Бенч играет. Давай, ну, впечатай его. Давай, впечатай. Вот. Да какой терновер? Ну, я же остановился же уже. Тьфу, бездаря. Здесь... Ну, блин, это против Моу Ларисы сейчас явно было направлено. Так, держим. Затруднит, потому что... Я так не помню, ну, где-то под... Пятнадцатым, что ли. Ну, под каким выбирает Санс? Томсон. Ах, ты забил. Забил Брэндон Найт с мячом. Слончик. Мюнчик есть? Ой. И попадание есть. Пиджей Тайкер. Забивает. Пока у Моу Дориса в этом матче все очень плохо. Держим Джефферсона. Тут Уильямс. Смотрите, ну, неудачно я сыграл, очень крайне неудачно. Трестан Томсон забивает. Да. Не думал, что успеет накрыть партнер его. Да что? Ну, я же не... Ну, я же не двигался. Ну, Дорис, ну ты что? Ужасно. Выходим против Джейр Смита, видимо, на позиции... Шутингарда, да. Шутингарда совершенно не моя позиция. Леброн. Вот он, сам Леброн. Нам Леброну не доверяют. Ну, и совершенно зря, поскольку Леброн здесь раздевает просто соперников. Тем не менее, мы умудряемся выигрывать в этом матче. Так, ну что, заслон. Давай, заслон, заслон. Ударисте заслон ставит. Ай, я же шутингард, я совсем забыл. Ну, Блетсоу тащит команду в одиночку. Мини Леброном называют Эрика Блетсоу. Ну, конечно, есть определенные черты, но бросок у Блетсоу ужасный. Так что ему до Леброна достаточно далеко. Леброн не забил Чендлер на подборе. Эрик Блетсоу. Ну, вот я на своей точке. Пас на Луэр. Ну, Луэр! Давай, пас! Хоп! Может быть, мне за счет дриблинга удастся пройти? Ну, нет, пас нужно отдать. Здесь мне, видимо, заслон надо поставить, да, чтобы этот врезался. Ну, я гениальный заслон сейчас выставил. Так. Ну как, поборемся? Shot clock violation. Ну, good ball movement хотя бы дали. Коуч недоволен. Что поделать, если Коуч недоволен? Играю как могу. Заслонам надо привыкнуть. Совершенно верно. Заслоны... Заслоны из беда бич просто. Есть процентный. Так. Лав. Ну-ка, Люба. Леброн здесь. Тимофей. Мозгов. Дефенсив брейкдаун. Ну, Мозгов не мой оппонент. Извините, не я просрал его. Заслон. Заслон. Ну, вот здесь. В хоть раз мне показали, куда идти. И тут же убрали эту табличку. Видимо, придется самому как-то придумывать и обострять. Чендлеру пас. Гений просто. Гений передач. Мударис Ебатулин. Король асистов. Увидел забегающего Чендлера и направил ему мяч. Просто суперзвезда Мударис. Лав. Хорош. Эрик Блядсов. Ставлю заслон. Ну-ка. Ну-ка, сам можешь все. Ведь можешь. И забил. Ну, что такое Экколейт Анлокт? Вы мне объясните, пожалуйста. Потому что в каждом матче у меня это происходит. А что это дает? Что это означает вообще? Я не понимаю. Это ачивка какая-то или что это? Леброн. Не забил Леброн. Подбор у меня украл Чендлер. Но ничего. Ничего. Он пас на Блядсоу. Эрик, ну может быть отпасуешь... Ну зачем ты... Зачем ты кидаешь закрытый бросок, если есть возможность отпасывать самому Мударису? Ирвинг. Там его вдвоем сожрали. Эти Джей Уоррен фалит. Интересный. Ирвинг исполняет штрафные броски. Оба попал. И тайм-аут. Джей Форнчик берет. В принципе, Мударис сейчас уже немножко в игру вошел. Пока почитаю чатик. За них монеты дают. Все понятно. Не обижайся, но в баскет ты ужасно играешь. Ну... Хе-хе. Явно человек никогда не пробовал играть и говорить одновременно. С палки G. Большое спасибо. Спасибо за донат. Ну по поводу того, ужасно, не ужасно играешь. Ребят, я здесь не показываю свой скилл. Я не говорю, что... Посмотрите, я лучший игрок мира. И лучше меня никто в NBA 2K не играет. Не в этом цель. Этих роликов. Абсолютно. Что, и кстати говоря... Ну а как я должен играть за баскетболиста с Авералом 65? Как? Что я должен делать? Я должен трешки, что ли, забивать? Имея 50 сейчас, на текущий момент, трешку? Я не знаю. Ну, может быть, если ты так умеешь, то давай записывай свои ролики. Посмотрим на ютубе, как нужно играть. Если ты станешь MVP в первом же сезоне, то я тебя только похвалю. Да что ты можешь делать? Да я стою на месте! Я не двигаюсь! Заслуживают Мудариса. Не ценят, не ценят лучшего игрока в мире. Понимаете, вот в чем проблема. Не ценят. Судьи еще не знают, с кем им... Какого игрока вообще они держат. Да, потому что Мудариса-то просто легенда живая. Да, ну там без Мудариса, конечно, команда вообще плывет. 46-42, видите, уже Кливленд впереди. За первую половину Мудариса отметилась всего лишь одним ассистом и тремя тюрноверами. Настоящий гений. Кстати говоря, ну карьера за Слава-то волосата и за Добрыню они начинались. Тоже очень плохо. И почему народ удивляется, игрок только что пришел в лигу. Как он должен играть? Кстати, вот эти вот костюмчики лучше всего смотрятся на чирлидершах, потому что сиськи здесь не выглядят низкополигональными. Это здорово. А вот где у них что-то более открытое на них надето, это отвратительно. Итак, мы выходим против Леброна Джеймса! Самое время сожрать и унизить этого парня. Посмотрите, как Леброн озирается. Он ищет, где Мударис, где Мударис, где этот парень? Мне надо бежать, мне надо бежать, мне надо бежать. Я не смогу теперь даже рот открыть. Мударис меня просто уничтожит. Кошмар, кошмар, кошмар. Ну что ж, Мударис ебатулен. Начинаем. Игра против Леброна Джеймса. Давай! Ну что ж ты не даешь мне паст на ход? И здесь Кевин Лап пришел на помощь Леброну. Мударис как бы мог побороться с ним за подбор. Держим Леброна. Держим Леброна. Леброн мой. А этого берите сами своего Смита там. Леброн мой игрок, отойди! Ты Леброна не удержи, Дмина. Такер или кто там? Так, ставлю заслон. А что ты мне дал-то сейчас этот мяч? Что я с ним должен делать? Я против Леброна играю. На. Так. Мударис! Ах ты! Леброн успел помешать. Мозгов. Тимоха! Чендлер спалит. Ну Тимоху без фолла тоже сложно остановить. Чендлер так радуется, говорит, я хоть как-то и остановил Тимоху и зигует. Привет всем. Леброн не соперник Мударису. Конечно. Ванюша почему-то оглох. По-моему, по звуку все нормально. Тимофей Мозгов! Да. Классно бросает Тимоха. Так что еще сильнее, чем Леброн. Русский Леброн и Тимофей Мозгов. Ну что ж. Найт. С мячом. Ставлю заслон. Ну. Мударис! Ну как можно не забить такой? Ну никто же тебе не мешает. Ладно, жрем Леброна, жрем Леброна. Почему, почему? Кто идет в Блецу? Зачем ты смещаешься на Леброна? Леброн мой! Подбор Мударис забрал. И сейчас нужно искать варианты для передачи. Вот пас. Гуд пас. Хорошо. Там Макив. Хорошо. Вот комбинейшн-то, а? Комбинейшн-то сработал. Снова Леброн. Леброн уже встречает Мударис. Леброн не пройдет. Два двадцать третьих номера. Два наследника Джордана. Но на Джордана гораздо больше похож Мударис. Потому что Джордан был башкиром. Для тех, кто не знает. Вот просвещайтесь. Джорданов. Мне, кстати, его назвали тоже Мударис Джорданов. Это дальний родственник. Из другого башкирского племени. Бледсоу на Чендлера. Моррис. И Моррис не зряет Кевин Лав. Рушает правила. Викторовича зови. Пусть в баскетбол посмотрим. А, когда я объявлял, что играю против Леброна. Ну, конечно. Это же игра против Леброна. Здесь я не мог просто иначе объявлять. Я теперь шутинг-гард. И я играю не против Леброна, а против Иммана Шамперта. Но это мелочь. Обратите внимание, что когда Мударис играл против Леброна... Сколько очков набрал Леброн Джеймс? Ноль! Ни одного очка не набрал Леброн Джеймс. Мударис его просто унизил. Леброн уже не знал, что делать и как быть вообще против Мудариса и Батулина. Потому что с таким соперником он никогда не сталкивался. Это новый Джордан в плоти. Му Уильямс. Мо! Ну, а сейчас, видите, даже Му Уильямс набирает очки. Что это такое? Это говорит о том, что... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, дай на ход. Ну, что ты так долго? А-а-а! Что с этими бросками? А, я, во-первых, не вижу шкалу. Я пока не могу адаптироваться. Блецов валит. Да, Блецов только с фолом. Видите, Леброн сразу же почувствовал волю. Но как только Мударис его не держит, он сразу почувствовал волю. И сразу же набирает очки. То есть, вот цена, цена. Слабый игрок опекает. Так, опять мне дали эко-лейт онлок. Ну-о-о! Блецов, куда ты лезешь? Эрик, куда ты лезешь? Сейчас мы немножко шампер-то здесь. Ну, блин, чувак, Мударис Ебатуллин открылся. Ты ему пас не дал. А вот сейчас трешка! Бэтшот селекшн. Почему бэтшот селекшн? Нормальный шот селекшн. Нормальный! Нормальный! Как бы сказал Джигурда. Никито с шампер-то я не выдержу. Он у меня не пошевелится. Я Леброна сдержал, у шампер-то я подавно сдержу. Вот, посмотрите. Ничего не может шампер-то. Ничего! Его просто сожрал Мударис Ебатуллин. Посмотрите, блок-шот от Мударис. Это просто чудовище! Защитный бист! Унижатор Дюрантов и Леброна. Да уж шампер-то он подавно жрет. И не давится. Еще партнеры в нужное время передачи научились отдавать. Давай. Ну, блядь, Сум, что ты творишь? Так, так. Давай. Посетский какой-нибудь отдай уже. По-человечески. Да, не туда даешь, чувак. Не туда даешь. Шампер-то мой. Ах, даже мяч не можете догнать. Дилетанты. Мударис, хорош. Мударис тут рядом. Лень, пасуй. Что ты делаешь, Алеша? Алеша, что ты делаешь? Так, мне надо стоять здесь. Тут блецов. Что за человек? А сам идет, сам забивает. Какой кошмар. И самое главное, самое страшное, он не пасует Мудариса. То есть лучшего игрока, а не пасует Игноя. А Леха где? Вы в парк не ходите пока. Ну какой парк, Ванюша? Какой парк? С такими скиллами. Мне здесь несложно играть. Когда я здесь буду всех унижать, тогда и в парк. А тут, ну блин, смысл в парке сливать, что ли, все? Я вообще, наверное, когда Nightfall... Когда читы появятся, я пойду в парк. Потому что, ну... Понятное дело, на ПК играть в парке без читов, это бред собачок. И ничего плохого нет, чтобы читырить в парке. А я просто в карьере не хочу читырить, чтобы вот начало карьеры, оно было, ну, реалистичным. Потому что я сейчас, я сделаю себе все по 99 и буду новым Леброном с самого начала. Какой в этом смысле? Пусть пройдет время. Это... Тимофей Мозгов! Ну простите, что не сдержал этого зверя. И пас Мударису, обратите внимание, как его уважают партнеры по команде. Они пасуют только Мударису. Мударис пошел, ну, не успели. Фрик! Ну что это за бросок у тебя? Я понимаю, что там помеха была небольшая. Ну что тебе стоит-то забить уже, наконец? Я вообще пытаюсь пойти в проход, но в проход вообще нереально пойти. То есть никого один в один обыграть не получается. И причем не только Леброна Джеймса, но и кого бы то ни было. Любого человека. Давай. Все, Мударис, новый... Новый Леброн. Ну? 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 Выбежал, что ли? Да ты что? Как так? Вот как вот он так обыгрывает? У меня так не получается обыгрывать. Я себе вроде создал инсайд стиль. То есть у меня должны быть финты, вот эти вот обыгрыши. Ну, нифига подобного. Может быть тут Анкл Брейкер у них у всех есть. Леброн, ну... Поставили не туда! Мудариса ебатуллин. Не туда! Позиция Мудариса, она... В другом. Вот посмотрим, какой обыгрыш. Ну-ка, Мударис, обыграй! На... Выбора нет. То есть не получается обыгрывать. Стиком дергаешь право-влево. А толку никакого. И мяч еще прилетел прямо к Жиару в руки. Ирвинг. И забил Ирвинг. Хорошо. В принципе, нам против Кливера доловить-то нечего. Давай, 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 давай! Ну вон! Ну вот же! Оп! И вот так! Мударис ебатуллин! Пастерайз плеер, ху, пастерайз тью! А кто меня пастерайзнул-то? В этом матче никто меня не пастерайзнул, кроме Тимохи Мозгова. А сейчас Мозгова там не было. Но красавец, Мударис ебатуллин. Пастерайзит уже. Дабл-тим на Ирвинга. Вот я никого сдержать не могу почему-то. То есть, Жиар легко прошел слишком. Я не понял, как это сделать. То есть, кнопка вроде есть Intense D, но она не работает. Ну что ты, Мударис! Ну что ты! Кошмар! Мударис сейчас подвел команду. И Леброн вот так через Чендлер. Кошмар. И мне, смотрите, какие минусы там просто завсюдают. Сейчас пас был идеальный. Мударис уже поднял вверх Смита, но выронил мяч из рук. Это называется инсайт. То есть, у меня должны быть отличные показатели вот именно по владению мячом. Ну блин, я не понял, как я мяч выронил. 10 секунд до конца. Самое время отдать точный пас. 8 секунд. Дай ему Дарису, дай ему Дарису, ну дай ему Дарису бросить. Ну. Давай. Офлайн. Ну и сейчас Мударис просто феерический баскетбол показывает. Так, Леха где, Леха? А Леха нету пока. Да, сегодня Леха нету. Леха, к сожалению, за нами сейчас не следит. Не следит. Итак, Мударис демонстрирует ужасный показатель, но 434 очка он заработал. И просто супер молодой игрок. Конечно, тут надо было создавать мне отброска играющего человека. Я тупанул. Поверил, что я буду делать крутые данки, а нифига подобного. Ничего не сделал бокс-корп, смотрите на это. Мударис ебатулин, 12 минут, 2 очка, 1 из 6, минус 19, абсолютно худший игрок в мире. И я не знаю, мне надо тренироваться, конечно, но... Блин. Абсолютно плохо играет. И самое главное, с ним генеральный менеджер беседует так, как будто бы он, там, не знаю, суперзвезда. Он говорит, Мударис, оставайся с нами. Это, говорит, твои прототипы Джордановские. Открывай. Ого, говорит, охренеть. Кто тебе вообще делает кроссовки? Два очка за матч, набираешь. Верим, говорит, в паньоти, да. Ты должен играть у них, что ли, 30 дней? И что он говорит? Что он говорит? Я сейчас буду играть в этих кроссовках, или как, вообще? Что мне надо делать? Может быть, мне эти кроссовки помогут? Почему ты не стримишь бубнов менеджер? Здрасте, бубнов менеджер закончился. Что там стримить-то? Я не знаю, что там стримить. Так, токей на... Токей спортс-стор. Сникерс. Может быть, тут они и есть. То есть, мне как бы кроссовки он принес. Значит, они здесь должны открыться, да? Я правильно понимаю? Найк, Джордан. Вот они. Джордан Спайк. Экип. Ну, они у меня экипп для Майпарка. Для NBA Home и 2K Pro я тоже, видимо, могу их экипировать. Джордановские. И NBA Away. Сейчас, подождите. NBA Away. Сейчас удобно очень сделали, что... Можно... Так, вот. И у них сейчас цвета меняются. Вообще ни разу не похоже. Но, что интересно, да? Вот они, вот они, эти ботиночки. Что интересно... Сейчас бросок. Броска у меня вообще нет. То есть, я понятия не имею, как обыгрывать. То есть, как вот эти вот движения все... То есть, он слишком медленный, чтобы обыгрывать с одной стороны. И с другой стороны, он слишком плохо бросает, чтобы бросать. То есть, он вообще никогда не попадает. Даже на тренировки не попадает. Под кольцом он может играть. Но для этого надо ему как-то с партнерами, что ли, сыграться. Потому что пока что у него большие проблемы. В колледже... В колледже Мударис мог бросать трешки. Я не понимаю вообще, на самом деле, почему так. В колледже, да? В колледже Мударис мог добраться до кольца. А сейчас он не может просто попасть. Если человек бросает... Ну, попадает в колледже, ему все равно, где он попадает? В колледже или в НБА? Разницы никакой. А в НБА он аэрбол упускает, потому что якобы это НБА. Но это бред, на самом деле. Сделать...